Всем привет! Меня зовут Ирина Сарта. Это видео для artmarker.ru. Сегодня я расскажу, как нарисовать живописный быстрый простой скетч тыквы разрезанной, ярко-летней, солнечной с помощью японской акварели Гансаи. Рисовать буду в скетчбуке Sea White. Это скетчбук с бумагой 300 грамм, который позволяет выдерживать водные техники, техники с большим количеством воды, которые мне очень нравятся. Итак, делаем набросок тыквы среза. Стараемся заполнять всю поверхность листа. Довольно простой, без каких-то лишних деталей. Мы это делать будем очень быстро. Немножко слишком ровные получились линии. Эти ровные линии я немножко делаю чуть менее ровными. Я показываю всю работу, в том числе черновую. Естественно, вот такие вот стирания на бумаге, они не очень-то допустимы и бумага это не очень любит и так далее. Поэтому лучше изначально сделать отдельный набросок, если сразу не получается рисунок и потом уже готовый рисунок перенести на бумагу. Итак, вот срез тыквы. Внутри мы исключительно номинально покажем, что там есть какие-то несколько косточек. Точнее их там много, но мы для себя выделим несколько, три-четыре-пять, не больше, для того, чтобы оставить их белыми и будем обходить вокруг них. Можно заранее сделать это маскирующей жидкостью, если она есть, если есть желание с ней поработать. И начинаем сначала со среза. Нам надо показать сначала очень четкий край среза. Я возьму, используя вот такую выкраску, я знаю, что мой 31 номер называется Scarlett Red. Это алая краска, акварель. И тоненькая кисточка, я для этого использую колонок, я прохожу по краю моего среза. До конца не дохожу, потому что боюсь, что высохнет кисточка. Теперь я беру сороковой тон, это лимонная, желтая. И добавляя в еще влажную вот эту вот окантовочку алую, я добавляю немного лимонной, желтой краски. Затем беру оранжевую, 33 номер, она так и называется Orange. Чуть-чуть в нее алой, которая была у нас, потому что тыква, она у нас все-таки не оранжевого, а такой красно-оранжевого цвета. И вписываю еще во влажную. Лимонную краску. Теперь беру оранжевую смесь с салом погуще и в некоторых местах во влажную еще краску. Я просто капаю для того, чтобы сделать неравномерной мякоть тыквы. Если она будет равномерно закрашенной, то она будет выглядеть неестественно. Все ту же самую процедуру проделываю со следующим участком. Стараюсь делать это побыстрее, для того, чтобы не потерять влажность. Но и в то же время без каких-то таких истеричных движений. Надо понимать, что вы делаете. А вы делаете окантовку яркую. Эта окантовка показывает то, что у нас есть там кожура ярко выраженная. Затем вы добавляете лимонную около самого края, сразу после окантовки. Зачем нужна лимонная? Для того, чтобы показать такое свечение. Тыква она яркая, сочная и практически просвечивается на свет. Затем берете основную краску, основной тон и добавляете его. Эти кисти у отребраши практически не приходится макать в воду. И такие вот обширные поверхности очень легко ей проходить без дополнительного какого-то увлажнения. В некоторых местах во влажное я добавляю разнообразие пигмента. И по самому краешку, тонкой кистью, я показываю намек на кожуру, на границы влажного и сухого. Краска начинает подсыхать и у тыквы, у нее здесь вот есть, видите, какие-то уже, ну, такие впадины, неровности и так далее. Это можно сделать потом по-сухому, но как бы это не получилось слишком фломастерно, то есть как будто мы карандашом нарисовали. Поэтому, если мы оставим бумагу чуть влажной, я беру цвет 46 браун, добавляю его валой. И в каких-то местах по-влажному. Эти неровности показываю. Дальше. Что можно сделать дальше? Ну, кстати, вот видно уже по результату, что можно было бы подождать высыхание. Это нормально, это процесс знакомства с бумагой, то есть заранее вы не всегда знаете, что произойдет. Только при очень хорошем знакомстве с бумагой можно предугадать все эффекты акварели в этом плане. Она очень интересная, потому что именно непредсказуемая. Теперь я беру свой цвет браун, в него немного фиолетового. Фиолетовый это Deep Purple, 38-й цвет. И на стыке. На переломе вот на этом. Для того, чтобы получился именно перелом, именно сломать цвет, я наношу здесь темный контрастный цвет. Который сразу же начинаю переводить в более светлые цвета. Те цвета, которые я вижу уже внутри мякоти тыквы, обходя белые семечки. Кстати, у тыквы же у нее волоски, да, всякие вот эти внутренние. Их я тоже показываю, но довольно-таки условно. Но не забываем, что это быстрый скетч. А не ботаническая иллюстрация. Немножко углубляю контраст и показываю тень. Вот здесь падает тень, ну источник света отсюда, да. В данном случае просто не боятся вот этой воды, не боятся, что что-то куда-то течет и что-то где-то будет неправильно. Что теперь можно сделать? Мы тоненькую вот эту кисточку, не в отрубрашивая, в отрубрашивая получится. Мы ее промываем, вытираем насухо. И пока еще влажная. Мы снимаем в некоторых местах краску для того, чтобы показать, что там внутри есть какая-то масса этих волосков. Каждый раз, перед каждым движением я делаю одно и то же. Я промываю кисть начисто, не просто смачиваю, а промываю ее, вытираю насухо. И снимаю с нажимом, с определенным. Какие-то вот такие вот намеки. На то, что там внутри что-то есть. И, кстати, подсохла уже вот. Мякоть и можно на ней показать те самые неровности, которые мы хотели показать. В некоторых местах только не делайте это четко и геометрично. Сами косточки, сами косточки, они у нас, естественно, не белые, а у них есть какая-то тень. Поэтому эту тень мы на них и покажем. Дальше теряется у нас фактура. Ну, ничего, будем исходить из того, что есть. Мы берем ярко-оранжевый, смешиваем его с алым. И показываем хаотично. Натура в данном случае нужна нам для того, просто чтобы понять, как примерно этот хаос внутри может располагаться. Теперь я беру смесь фиолетовой и коричневой. И уже более темными полосочками в некоторых местах я показываю не только вот эти волоски, но и то, что семечек у нас там нагромождение. То есть там не одна, не одни вот эти четыре, не только четыре, которые мы показали, да? А там есть еще какие-то массы семечек. И это такими линиями, намеками. Не прорисовываем. В данном случае это быстрый скетч мы не прорисовываем отдельно каждую косточку. То есть это не ботаническая иллюстрация. А просто пятнами темными мы показываем, что там есть какие-то массы, объемы, тени. И что-то там находится и лежит. Немного сглаживаю водой, слишком острый край получился. Что можно сделать еще? Это фон, показать фон. То есть так уже тыква сама по себе довольно симпатичная. Если же мы вспомним цветовой круг и вспомним, что напротив оранжевого у нас стоит фиолетовый или синий. И мы возьмем какой-то синий цвет. Например, 66-й, ментоловый и фиолетовый. Называется ментоловый и фиолетовый. И мы покажем, что тыква у нас на фоне. Этот фон показываем таким образом, оставляя сверху как бы белую окантовочку. То есть до конца не доводя краску прям непосредственно до оранжевого. А сверху в виде оставляем белое пространство. В данном случае мы немножко добавляем ощущение такого контур света. То есть, что освещение оно падает еще немножко и сзади. И вот эта вот белая каемочка за счет нее у нас будет выделяться каждая отдельная ворсинка тыква. Здесь много воды, много краски. Цветом можно не заполнять все пространство бумаги. А постараться сделать так, чтобы... А здесь уже белой каемочки не надо. То есть здесь уже свет у нас не падает. Но здесь уже есть тень, да, которая дает... Тыква сама по себе. Поэтому я добавила немножко совсем фиолетового. В наш синий ментоловый. Очень красивый ментоловый цвет синий. И вообще иллюстрации получаются необычайно яркими. Что мне в принципе очень нравится. Часто возникает вопрос, что рисовать первым фон или предмет. По-моему, мы здесь все просто. В акварели мы работаем от светлого к темному. Если у вас фон светлее предмета, то его первым. Если предмет светлее фона, то его первым. Что можно сделать для еще большей живописности? Синий фон, когда он однородный, он становится скучноватым. Поэтому мы можем капнуть чистой воды. В какие-то места. И получить... Вот здесь уже высохло, здесь уже не капается. А вот если мы капаем в чистые места, в сырые места, то мы получаем такие красивые акварельные разводы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!